Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Тема нашего видео – дельные советы при ловле карпа осенью на фидер. Так вот, хорошие уловы на фидер достигаются на большом расстоянии от берега более 20 метров. Обнаруженные на таком расстоянии заглубления с большой вероятностью скрывают в себе залежи осеннего карпа. Нужно использовать прочное удилище, выполненное из композита или карбона. Это позволит делать дальние забросы даже с массивными кормушками. Катушка подбирается безинерционная, леска как можно тоньше, но с учетом того, чтобы она могла выдержать нагрузку. Если рыбак собирается серьезно прикормить место и познамерился не уходить без крупного улова, тогда он закидывает большую кормушку, куда влезет еще больше прикорма. Забрасывать ее нужно в заранее исследованную точку, рядом с предполагаемой ямой. В приманку можно добавить несколько капель сладкого фруктового ароматизатора или же подцепить бойлы. В течение нескольких часов делаются забросы бойлов и перемещая постепенно оснастку по дну. Бойлы в основном делают из смеси рыбной муки и разнообразных морских продуктов. От этого они обладают специфическим и труднообъяснимым ароматом. Рекомендуется взять на осеннюю рыбалку на карпа несколько бойлов с разными ароматами. Ведь никогда не знаешь, что сегодня понравится привередливой рыбе. Конечно, лучше изготовить бойлы самому, тогда они будут первой свежести и обязательно завлекут рыбу. В то время как магазинные могли пролежать на прилавке неизвестно сколько времени и давно притупить свои основные свойства. Главное условие – это точно забрасывать прикорм в зону рыбной стоянки. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всем удачи!